Недельная глава Тазрия. Так как мы находимся очень близко к Песоху, то часть урока будет посвящена недельной главе, а часть подготовки к наступающему празднику Песох. Когда женщина станет беременной, в ее дозоха родит мальчика, в этом будет нечиста, когда женщина не еда у нее течет, титма будет нечистой, когда женщина у нее выходит менструальная кровь, то она неделю нечиста. А потом на восьмой день будет обрезано мясо его плоти. Обрезание, тут написано, обрезание надо делать на восьмой день. Ушлейшим ем, ушлейши съемы, а тридцать три дня, тысяча бедмейтогара будет находиться в крови чистоты. То есть, после того, как она окунулась в микве, даже если она увидит кровь, она остается разрешенной мужем. Так написано тут в Торе. На практике, во избежание ошибок, мы не ведем себя так. Даже если она видит в эти тридцать три дня, она тоже считает, семь чисто дней окунается. Но мы сейчас читаем, как написано в Торе. Тридцать три дня она остается в крови чистоты, то есть разрешение для мужа. Ничего святого, что она не дотронулась. Что значит, ничего святого? Значит, есть трума, то, что отделяют для коина, и есть куски от жертв. Так ничего святого, ни трума, что отделяют от растений для коина, от плодов растений для коина, и часть чистей от жертв. Рейси господи не дотрагивалась. То есть, если она дотрагивается, то она становится нечистой. То есть, она чиста только для мужа, но не для трума и не для чистей жертв. В храм она не имеет права войти, а до окончания дней ее чистоты. То есть, семь плюс тридцать три, сколько это? Сорок. До конца сорока дней. Вы им не кейбасыгат, а если она родит девочку, то муж во им будет не чиста две недели к недосу. Как тот же уровень нечистоты, как женщина, когда она не да. То есть, как тут написано, даже если она видит кровь, она чиста и разрешена мужу, но не для трумы, для чистей отделенных для коина и не для чистей жертв. Она только чиста для мужа. Я уже сказал, что в наше время, в избежание ошибок, мы не ведем себя так. И даже в эти дни, если она увидит кровь, то она считает, как обычно, пять нечистых и семь чистых. Когда наполнятся дни ее очищения, по мальчику или по девочке, то она должна принести кевес меж носа или эйло, баранчик до года на жертву ола. То вы обратили внимание, кевес, это до года, тут написано, кевес, баранчик до года на жертву ола, о вень ейно эйсэр лехатос и голубка, или из вида юна, или из вида тор. Интересно, от вида, который юна, можно брать, от того вида голубя, как бен юна, можно брать только молоденькие, и поэтому это бен юна, а от вида тор только уже взрослых. Когда приносит баранчика на жертву ола, и голубку на жертву хатат, вень кривый, приносит его лифны аденой перед Богом, вэхиперогэ, он простит на нее, вэто горо, она очистит самим кордомэо от источника ее крови, заистый раз айгэдэс, это закон роженицы, газохор эйганэкиво, когда по мальчику или по девочке, значит по мальчику 7 нечистых и 33 чистых, всего 40, а по девочке в два раза больше, 14 нечистых и 66 чистых. Если у нее рука не достигнет, то есть не будет материальной возможности, достаточно для барашка, вэрокху она возьмет 4 серии, или двух голубок, или двух голубок из вида тор, взрослых, или двух голубок из вида ионэа маленьких. Эхот гэйло вэхот гэхататус, эхот гэйло вэхот гэхатус, одну на жертву ола, одну на хатус. Вэхипэро гэоакэйн, коэн ее простит, вэто гэйро, и она очистится. Когда приносит эти жертвы, заканчиваете 40 дней по мальчику и 80 по девочке, она приносит эту жертву, и она уже имеет право войти в храм. И после этого она имеет право дотрагиваться до чистых жертв. Интересно. По-видимому, это из тех жертв, которые надо приносить, и наиболее понятно и ясно, что когда с Божьей помощью будет построен храм, так по числу родов, которые были у женщины, она приносит жертвы в храм. То есть нормально барашек на жертву всесожжения и голубку на жертву хатат, искупления. Если нет возможности, то две голубки, одна на жертву хатат, одна на жертву ола. Тут мы говорили об заповеди обрезания. Надо знать, что обрезание – это в первую очередь заповедь, то есть это знак союза между Богом и еврейским народом, который Бог сказал Аврааму, что он заключает с ним союз, и чтобы он сделал обрезание. Мудрецы в Талмуде говорят, что наш праотец Авраам выполнял заповеди еще до того, как они будут даны еврейскому народу. Он соблюдал субботу, соблюдал кошерность и так далее. Есть вопрос, который спрашивают, а почему Авраам не сделал обрезание еще до того, как Бог ему велел? Ведь другие заповеди он выполнил. Обрезание Бог ему сказал в 99 лет, чтобы он сделал, и тогда он сделал. Дают несколько ответов, но, мне кажется, наиболее естественным, очень, очень естественным и понятным ответом – это Равел Волословичек из Бриска, который жил тут в последние годы, был рабином в Бриске между двумя мировыми войнами, а потом жил тут в Иерусалиме. Он говорит на это так. Обрезание – это в первую очередь знак союза. Все другие заповеди – это заповеди. Заповеди надо выполнять тогда, когда Бог их дал, но можно их выполнять еще до того, как Бог их дал, зная, какие большие влияния в Верховных мирах, исполнение этих действий приносит. Так Авраам знал об этом и выполнял. Но обрезание – это в первую очередь знак союза. Когда Бог сказал, что это будет знаком союза, это стало знаком союза. А до этого это не было знаком союза. До того, как Бог сказал, что это знак союза. То есть заповедь можно выполнять еще до того, как она дана. А вот знаком союза обрезание стало, только когда Бог сделал это знаком союза. А так как заповедь обрезания – это в первую очередь знак союза, так только когда Бог сказал, что это будет знаком союза, тогда Авраам сделал ее. Дальше в нашей голове идут законы, то, что привыкли переводить на русский язык проказа. Но я, говорят, откровенно не очень, не совсем не уверен, что это точный перевод того, о чем Тора пишет. Давайте почитаем, что Тора пишет. «Говорил Бог Моше Аарону, говоря, одом человек, киевые псоры, в коже его тела будет цейси сапаха, цивая раз, то есть было белое пятно, разных, белые, разных уровней белого. Воевые псоры будет в коже тела венега цороас. Будет как... Я привожу проказы, но я говорю, что я совсем не уверен, что это соответствует тому, что Тора говорит. «Воу-во!» Он будет приведен «эгарна коэн», «карну коэну», «эглахадми боноба кианим», или к одному из его сыновей куаним. Давайте определим, о чем тут Тора говорит. Тора говорит, что если на коже тела есть белое пятно определенного уровня белизны, то этого человека привозят к аарону коэну или к одному из его сыновей куаним. Так теперь у нега есть признаки нечистоты. Вероа кейнеса нега увидит коэн нега бейра босор в коже тела. Вес цейор ба нега волосы превратились в белые. То есть они были черными и превратились в белые. Умаре нега вид нега омек глубже меер псорэ чем кожа тела. Это нега цорасу. Это нега. Вероа кейн увидит коэн витиме эйсэй и объявит что он нечист. То есть если это признак нечистоты. Если черные волосы превратились в белые. То есть они были черными и превратились в белые. Теперь он говорит ему что ты надо это подождать и увидеть что будет. Вероа кейн баэйм ашви коэн увидит его на седьмой день. Вене нега омад бэйнов нега остался как он есть. Рэйфос онега баэр не увеличился нега в коже. Визгири океэн коэн его закроет щи восемь мишениц на 7 дней вторично. То есть если в первый раз когда он его закрыл на 7 дней он видит что нега увеличился он отмечает форму места нега и потом он увеличился то он его объявляет сразу нечисто. Но если через 7 дней точнее на седьмой день он смотрит и он остался как есть то он его закрывает на 7 дней и вторично. Вро океэн если боим ашвии шейниц коэн увидит его на 7 день вторично в войне кею онега онега был бледный в эллифосе онега был эр не увеличился онега в коже вити ари океэн коэн его объявит что он чист миспахас это что-то это имя нега чистого миспахас это вехи без годов он помоет своей одеждой окунет то есть в итоге станет чистым то есть так раз его закрыли то он не становится чистым просто так для того чтобы он стал чистым так он должен окунуться и он становится нечистым и одежда становится нечистой нечистым и он и одежда чтобы очиститься должны окунуться но он не высылается за пределы города объявляет что он чистый но должен окунуться и очистить одежду по закону значит так если нега увеличивается на седьмой день то и объявляет его нечистым а если не увеличилось то его отпускают но он должен окунуться а если вот эта нега увеличивается в коже после того как оказался коэну для очищения он показывается вторично то есть коэн его отпустил он окунулся а потом в нега увеличился так он показывает должен показаться вторично коэну в рау океан коэн увидит в рау океан коэн в рау океан это увеличилось в коже нега ведь имя океан коэн объявит его нечистым цу раз это цу раз то есть если он стал больше после того коэн его коэн если он остался как был коэн его отпускать но если потом он увеличился то он приходит вторично коэну и коэн объявляет его том нечистым интересный закон в этих негаим окончательное решение это в словах коэна пока коэн ему ничего не сказал он не стал нечистым коэн его закрыл он стал закрытым коэн его объявил там нечистым он стал нечистым коэн объявил что он чистый он станет чистым станет чистым это будет следующий главе так мы тут уже читали про два признака нечистоты один признак какой что есть белые волосы внутри нега черные волосы отселись белые и второе если на седьмой день или через вторичное закрытие то нега увеличилась или даже после того как коэн его отпустил нега увеличилась это мы видели теперь дальше тут мы скажем о третьем признаке нечистоты нега царас нега кития бодом будет у человека будет приведен коэн увидит есть такое белое в коже веги она овхо с орловым перевернула волосы стали белыми у них я сбросал кусочек живого тела хай басыз в этой нега так это царас нэшэнэш и это старая царас бээр псори в коже тела ведь имя коэн коэн объявит его нечистым что он его не закрывал потому что он нечист тут мы видим интересно то третий признак если в середине белого пятна есть кусочек нормальной кожи то тора говорит что он сразу объявляет его нечистым есть мишна йод нэгоин который подробно подробно разбирает эти законы они непростые и очень глубокие и там приводится что есть три то есть видно что есть три признака нечистоты черные волосы превратились в белые и минимум волосы это два волоса или нэго увеличился или в середине нэго есть кусочек в середине белого пятна есть кусочек нормальной кожи эти три признака теперь в импорыях цифрах ацораас а если увеличится 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 цораас боея в коже верхица цораас цораас покроет эскол эйра нога всю кожу нэго эскол эра нэго мэрэйшим и адрагов с головы до ног лхо мэрэ иниакейн повсюду где коэн может видеть то есть нэго разошлось настолько что покрыло все тело все тело белое в руах кейн убиет коэн веник хитсуа цораас цораас покрыло эскол цора все тело в тираса нога он очистит нога кулы офах лован все превратилось в белое это то иру он чист а в день не роясь боевосохай когда появится кусочек живой кожи итмо станет нечистым если все полностью белое все тело он чист а если появится кусок живой нормальной кожи он станет нечистым в руах кейн сабосо ракхай увидит коэн нормальную кожу объявят его нечистым або сарахай нормальная кожа томи он нечист цораас это цораас их еж и если вернется або сарахай нормальная кожа в неапах лы лован превратится в белое у вруах кейн он придет коэн в руах кейн увидит коэн веник и вот неапах нега аллы нега превратился в белое, ведь ира кейнаса нега, кой начистит нега, то ира, он чист. Как мы видим из Талмуда, нега имити, которые были, это не просто болезнь заразительная, это определенное наказание от Бога за определенные действия. Гимара Варахин говорит, что нега им приносит, приходит, Рашумов Нахмени говорит, от имени Рабьейна Сана, аушиво дворим нега имбойм. Нега им приходит за семь преступлений. Во-первых, Алашонара, когда говорят Алашонара. Валшвихус домен за проливание крови. Валшвуя шов. Валшвуя шов. Валшвуя шов. Валшвуя шов. Валшвуя шов. Жадность. И то он приводит на все доказательства. Интересно. По-видимому, как видно, наиболее частая причина, это из-за Алашонара. Что такое Алашонара? Вы знаете. Говорить об другом – плохое. Даже когда это правда. Если скажем более точно, то Алашонара – это когда говорят правду. А когда говорят неправду, это называется моцишемра – выдумывает на другого. Рассказывают… Миша встречает Давида. Я слышал, как ты про меня говорил много Алашонара. Тот ему отвечает. Ты хочешь этим сказать, что все, что я про тебя говорил – это чистая правда? Потому что если бы это не было правдой, это не было Алашонара. Это мы отвечаем правду. То есть Алашонара – это именно правда. Поняли шутку? Алашонара – это именно правда. Но говорить на другого плохое нельзя. Есть особые исключения, когда есть для пользы. Тоже, когда это необходимо и для пользы. Допустим, кто-то хочет жениться на девушке. Выйти замуж за парня и спрашивает, что ты говоришь про него. А у того парня или девушки есть объективные серьезные недостатки. Понятно, надо это взвесить, но в таких случаях для пользы дела можно это рассказать. Тогда он рассказывает не для того, чтобы говорить плохое о ком-то, а чтобы спасти другого от неподходящего брака. Так что Бог делает тому, кто говорит Алашонара? Мы говорили, что у него появляются такие пятна. Ну и что получается, что становится, когда у него появляются такие пятна? Его приводят коину. Коин. Его объявляют его томой. А томой, кто нечист, у которого есть втораяность, его высылают за пределы города. То есть не каждого города, города, у которого были тогда крепости во время входа еще об ином страну, за пределы этого города его высылали. Он имел право быть. Другими словами, это определенная высылка за пределы города. А в чем смысл этого? Очень просто. То, кто говорит плохое о других, он создает вражду между людьми. И создает вражду между друзьями, между мужем и женой. То и для всего окружающего общества и для него самого полезнее, чтобы он был вне города. И чтобы он не создавал вражду между людьми. Папа зато любил пересказывать сравнение об этом от имени Магеда из Дубна. Был папа гостеприимный и приходили гости. Был мальчик и его сын, который был очень капризный. Когда приходил какой-то гость, он топал ногами, падал на землю и делал разные капризы. Папа терпел, терпел, а потом сказал, знаешь, гостей много, а ты один. Ты не хочешь быть вместе с другими, с гостями? Пожалуйста. Так, когда папа приглашал гостей, он запирал мальчика в сарай, а гости были дома. То, кто не может жить мирно и приятно с другими, пусть он будет изолирован от общества. В главе Тазрия рассказывается еще случай нега. Нега, еще и нега на месте ожога, на месте удара, на месте волос, нега на одежде. Этим заканчивается голова. Это определенного уровня белизны. Если это более темное, точнее, менее белое, это нега. Сейчас находимся за две недели до Песоха. Если говорить совсем точно, то через две недели, вот этим вечером, в четверг, в четверг на пятницу, мы будем проверять хамец. Поэтому, между прочим, через две недели урока, естественно, не будет. И я, и вы, мы все будем проверять хамец в это время. Каждый в своем доме. Мишна говорит, что вечер на четырнадцатого, то есть, проверяют хамец при свете свечи. Проверяют во всех местах, где может попасть хамец. То место, куда не вносят хамец, не нужно проверять. Ну, естественно, перед проверкой, то наводят порядок дома. И просматривают, наводят порядок, чтобы можно было проверить. Беспорядки, трудно что-то смотреть и проверять. В первую очередь, надо навести порядок там, где есть хамец. А что такое хамец? Хамец, это пять видов зваков. Пшеница, ячмень, рожь, овес и боба. И когда на них попала вода, и это скисло. Это хамец. Интересно, что те же пять видов зваков, пшеница, рожь, ячмень, овес и боба. Именно из этих видов, если на них попала вода, и они скисли, это хамец. А если берегли это скисание, выпекли сразу, как смешали с водой, выпекли, то это маца. Это тоже интересно. Маца может быть только из тех видов, которые, если бы скисли, стало бы хамец. А те виды, которые могут просто испортиться, но не стать хамец, из этого мацу мы не можем делать для Песоха. Это не маца. Говорят на это так. Настоящий духовный рост человека, знаете где? Там, где есть опасность ошибиться, оступиться, а человек преодолевает свои желания и бережет себя, там настоящий рост человека. Там, где у человека нет никакого стремления что-то сделать не как надо, это прекрасно, но настоящий рост человека именно там, где это ему идет непросто. Так, так выходит, что хамец это именно эти пять видов, на которые попала вода и они скисли. Это может быть, скажем, на муку смешали с водой, как все виды хлебопродуктов, они все хамец. Может быть, зерна мочили в воде. Ячмень. Мочи, ячмень, когда мочат в воде, так производят пиво. А если мы определенным образом обрабатывают, мочат в воде пшениц, пшеничные зерна, так производят водку, водку, виски. Это все стопроцентный хамец. Так есть многие продукты, в которых частично входит хамец, смесь. Так надо проверить, да. Пройти в первую очередь там, где лежат подобные продукты. Ну, насколько возможно использовать до Песо. Надо использовать до Песо, хапша, макароны и так далее. И чтобы приготовить дом, проверки. Мы делаем же, интересно, когда мы проверяем дом, мы делаем, мы идем по двум линиям одновременно. Это тоже интересно. Другие запрещенные продукты Тора нам не запретила держать дома. А хамец Тора нам запретила держать дома. Ну, Тора запретила. Это даже не нуждается в объяснении, почему. Но, мне кажется, из текста Торы слышится, что из причин этого было то, что мы эти продукты не раздумывая используем в течение всего года. Это одна сторона вопроса. Вторая, что запрет их в Песах очень строгий. Знаете, какой запрет хамец в Песах? На это в Торе написано карет. Душа отрезается от своего источника. То есть это особо строгий запрет. Не много запретов карет в Торе. Так хамец в Песах – это из строгих запретов. Вот одна сторона вопроса. А вторая, что мы привыкли их есть в течение года. И поэтому Тора велела нам убрать это из дома. Чтобы по ошибке мы автоматически не взяли их в рот. Во-первых, мы идем двумя линиями. Во-первых, мы идем проверяем хамец, а после проверки уничтожаем, сжигаем. Сжигаем, продаем нееврею, убираем из дома. В принципе, если человек выбросил еще перед временем запрета хамец, выбросил хамец на улицу. Он тоже выполнил то, что он должен. Это на улице. Это не его владение. Он убрал это. Может это уничтожить, продать нееврею, выбросить на улицу. Это один путь, что мы делаем. Второе, что мы делаем. Талмуд приводит, что мы делаем еще одно действие. Мы делаем битум. Вы слышали об этом, что мы говорим. Что мы говорим. Ко хамиро в хамео. Весь хамец, все квашеное, которое имеется в моем владении. Что я не видел и не убрал. Путь станет ничейным и аннулирован, как пыль земли. Это мы говорим, когда мы заканчиваем проверку хамеца. Можно сказать это на любом языке. На языке, что человек это понимает. То есть, мы это духовно аннулируем. Но самое главное не то, что мы говорим, а то, что мы чувствуем. Я не буду сейчас углубляться в то, почему мы делаем вместе и это действие, и это действие. Но так приводится в законе, что мы с одной стороны уничтожаем хамец физически. Мы делаем проверку и уничтожаем его. А с другой стороны мы его уничтожаем духовно, аннулируем его. Тем, что мы говорим и произносим этот текст. Интересно, в объяснении смысла этого аннулирования есть два мнения. Есть мнение Раши и Рамбама. Что мы его аннулируем, это уже... Это булочка? Нет. Это пыль земли. В моих чувствах это не булочка, это пыль земли. Это не какая-то вкусная булочка. Это пыль земли. Это так понимается Параши и Рамбама. По мнению Тософот, мы просто объявляем это have care ничейном. Вы знаете, что человек может свое имущество объявить ничейном. Если он так объявит, это действительно так оно и станет. По мнению Тософот, это просто объявление хамеца ничейном. Это то, что мы тут делаем. То, что мы делаем. По мнению Раши и Рамбама, мы в наших ощущениях заявляем и чувствуем, это не булочка, это не пшеничная водка, это не пиво. Это какой-то мусор, какая-то пыль земли. Как мы к этому относимся? А по мнению Тософот, мы объявляем это ничейным. В тексте, что мы говорим, мы говорим и ту, и ту сторону, и ту. Весь хамец, который мы не видели и не убрали, чтобы стал ничейным, чтобы стал аннулирован и стал ничейным, как пыль земли. На завтра утром, в пятницу утром до определенного времени можно еще есть хамец, а потом мы его убираем и сжигаем. И мы потом говорим вторично этот текст, но мы же говорим по-другому. Весь хамец, который я видел или не видел, убрал или не убрал, пусть станет аннулирован и станет ничейным, как пыль земли. То есть вечером мы говорим только, что мы не убрали, который я не видел и не убрал. То, что он видел и положил в сторону, он намеревался есть, например, завтра утром. А вот назад, после уборки хамец, после сжигания, что говорили, вторично текст аннулирования, битум. И видел или не видел, убрал или не убрал. Чтобы стал аннулирован и стал ничейным, как пыль земли. Когда человек это говорит, он должен знать и ощущать, что он говорит, что он так и так ощущает. Для него это пыль земли. И как патасофот это становится ничейным. Я не хозяин уже над этим. Последние столетия стали, если у человека есть хамец, которому трудно его уничтожить или жалко, то продают не евреи. Человек может это продать сам. Но вопрос, как это сделать? Так обычно, тот, кто хочет продавать хамец, он в отдельное место закрывает. И продает через раввина этот хамец. Если немножко, самое простое, использовать за это время и все. Если что-то есть, что он не может это сделать, так он так это делает. Ну, это мы говорили про уборку хамеца. Дальше надо подготовиться к празднику. Песах. 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 Наверное, вы слышали об обычае у ашкнастских евреев. Я думаю, что это уже семь-восемь веков, по крайней мере. В июне, что они не едят бобовые, китниот. То есть фасоль, горох, чечевицу, рис, гречку и так далее. В это попали также земляной орех, а, например, орехи пользуются на Песах, орехи, фрукты, овощи, фрукты и овощи на Песах. Это точно то же самое, как на визгопе. Может быть, надо быть более аккуратным, может быть, помыть, чтобы не попали на них какие-нибудь крошки, но так это как в течение всего года. Особое, что мы покупаем на Песах, это, конечно, маца. Между прочим, аркнадские евреи, теперь, продукты, которые покупают на Песах, надо быть более осторожны, чем в течение года, потому что есть закон, что хамейт в Песах не аннулируется, не растворяется. То есть, если, как случайно, попало что-то некошерное в кошерную кастрюлю, то есть принцип, если она не дает вкус и принимается, если есть 60 раз больше разрешенного относительно нее, то она растворяется, и мы с ней не считаемся. Есть, мы ее видим, убираем, но так она растворяется, и мы с ней не считаемся. Хамейт в Песах не аннулируется и не растворяется. Поэтому на многие продукты делают особый кашут на Песах, что это чисто сделано без примесей. Особенно на то, что острое, я не знаю, как, перец, соль и так далее. Тут, например, ашхнатские евреи на Песах пользуются масками, не как обычно, соевым или канога, пользуются оливковым маском, кокосовым маском, ореховым маском, пальмовым маском. Ну, посуда на Песах, если у человека есть возможность, то самое лучшее, чтобы у него была отдельная посуда на Песах. Я думаю, что большинство евреев, так они себя и ведут, подавляющее большинство, имеют особую посуду на Песах. Между прочим, в современной реальной действительности это не так сложно и не так дорого. Что я имею в виду? Сейчас есть очень много одноразовой посуды. То есть кастрюля, нож, ложки, вилки нужно. А на, скажем, тарелке сейчас есть много одноразовой посуды, удобные и довольно дешевые. Кого есть специальные тарелки для Песах, красивые, замечательно. Но кому это трудно, есть много дешевой одноразовой посуды. Между прочим, для нас чистоту и аккуратность на Песах более удобны, чем нашим бабушкам и прабабушкам. Когда у нас есть скатерть из Найвана, есть одноразовая посуда, все намного-намного удобнее, легче. Первое. Можно кашировать посуду на Песах, металлическую посуду. Перед Песахом во многих местах есть специально кашируем. Например, кашируют металлическую посуду. Эмалированную посуду не кашируют. Металлическую посуду кашируют на Песах. И приводится, что перед кашированием не пользуются посудой как минимум 24 часа. Во многих местах есть специально, где кашируют посуду на Песах. Есть такой большой чан, и там вода кипит. Вкладывают его, держат какое-то время и вытаскивают. Моцца на Песах. Есть моцца ручная, есть моцца машинного производства. Со стороны каширности надо знать, кто наблюдал за этим, какой уровень каширности. Надо стараться быть уверенным, что 100% каширный. Теперь есть. Есть некоторые, которые... На Песах есть некоторые, которые едят только ручную мацу. Но большой процент едят и ручную, и машину мацу. У нас дома тоже ели, и папа зацал, и ручную, и машину. Но на ночь седара, на кизаит мацу, который мы берем, стоит взять именно ручную мацу. Почему? Потому что написано, что мы берегли мацу. И мы это сделали во имя Песаха. Мы для мацы на Песах. Теперь. Моца ручного производства, человек производит это своими руками. И это он делал во имя мацы. Маца машинного производства, большинство операций делает машина. Человек только нажимает на кнопку. Поэтому большое сомнение, считается ли это во имя мацы. Накизаит маца, определенно стоит взять. Мацу ручного производства. На весь Песах можно взять мацу машинного производства с хорошим каширом. Какие, что еще нужно? Ну, на ночь седара нужно, конечно, вино и марор. Марор написано в Талмуде, что есть пять видов марора. То есть пять горьких овощей, которые можно взять на марор. Наиболее известны из них эти две. Это то, что мы называем хаса, салат. И хрен. Тут есть и то, и то. Смотрите. Из Талмуда видно, что салат, что тут называют хаса, это лучше взять хаса, чем взять хрен. Между прочим, тот, кто берет хрен. Корень хрена ведь невозможно есть, как корень. Можно его натереть. Если его оставить открытым долгое время, то вся острота выйдет. Его обычно натирают, кто, кто им пользуется, натирает раньше. Оставляет закрытым до прихода из Бекнесета. Потом открывают. И пока доходит до времени, когда используем, немножко острота вышла, а немножко осталась. То, кто берет хрен, берет натертый. Но лучше брать хаса. Взять салат. Салат, при обычном выращивании, бывают в нем часто маленькие червячки. И для многих людей это трудно заметить. В настоящее время, слава Богу, есть специальное выращивание. То, что когда-то это было, называлось хаса. И сейчас тоже специальное выращивание. С хорошими акшерами. Рававая, да, харидита. И надо брать именно эти. Обычно они пишут, что перед использованием мочить, немножко вводивами, и потом прополоскать. Так надо это сделать. И потом использовать. Так лучше использовать хаса. Вино или виноградный сок. И вино, и виноградный сок. Это должно соответствовать тому, кто это пьет. Интересно. Я уже много лет использую. Если использую сладкое вино и сухое вино. Я привык брать сухое вино 100%. Есть такая фирма. Инвей Ярушала им. Сашкаход. Бадаций да харидит. У них есть три вида вина. Недорогие. Но они все 100% сухое вино. Так я его беру, размешиваю. Когда-то размешивал с водой. Потом с виноградным соком. У них есть и вино. Стопроцентное. Прошу прощения. У них есть и сок стопроцентный. Между прочим. Сок карма у Мизрахи. Сахшеры. Раврувина. Тоже оно стопроцентное. Я размешиваю в последнее время вино с соком. Мне кажется, что женщины обычно берут сок. И пьют. Теперь я размешиваю. Теперь. В этом году я услышал интересно, что есть особое вино. Есть эхшерама ида харидита. Есть эхшерубина. Называется муската. Немножко с газом. Это знаете, какое вино? Вино, которое бродило и остановило брожение в середине. Есть 6% алкоголя, а есть 5,5%. Есть эхшер, я уже сказал, есть эхшер. Вино так и называется муската. Это легче. 6 или 5,5% легче. Есть эхшер ида харидита, а есть эхшерубина. То есть это без прибавок. Последние годы я беру вино без прибавок. Прибавить я же сам могу. Нет, я просто говорил о некоторых продуктах на Песах. Блин, это. На следующем уроке мы поговорим подробнее о правилах проведения седера. Есть мацу, пить 4 вина, 4 бокала вина. Все правила седера, законы. Это будет блин-эдер на следующей неделе. А через неделю я уже сказал, что мы тут не будем встречаться. Потому что мы все будем на проверке хамейцев. Песах – это великий праздник. И ночь, ночь Песах – это особая великая ночь. У нас в эту ночь есть много митцвод, которые мы можем выполнить. И мы как бы в эту ночь проходим заново все, что было с еврейским народом. Мы это проходим заново. И угнетение, и освобождение. У нас есть две митцвод, которые есть по Торе. Это знаете, какие? Есть мацу. И рассказывать о выходе из Египта. Есть митцвод. Еще адрабанан. Есть марор. И пить 4 бокала вина. Есть еще. Блин, об этом мы поговорим подробнее. Через неделю. На следующем уроке.